Это Готланд, главный остров Балтийского моря, за который с давних времен боролись множество держав. Столица острова Висбио, Куратрос и Руин. В этом выпуске мы прогуляемся по заросшим розам и улочкам разных временных эпох, посчитаем, сколько башен осталось на городской стене, и посмотрим на впечатляющую береговую линию с завораживающими скалами. Но обо всем по порядку. И сначала давайте вкратце расскажу, как сюда попасть. Готланд – самый крупный остров Швеции, расположенный в 90 километрах от берега, и самым простым и удобным трансфером является паром. Они регулярно ходят из Нюннесхэмн и Оскархэмн, а также с недавнего времени из Сталина. Я приплыл на пароме Виктория-1 с небольшой остановкой в Хельсинки. Это ночной круиз, общая продолжительность которого – 18 с половиной часов. Конечно, на закате виды просто потрясающие. В какие-то моменты даже казалось, что плывешь на яхте по Индийскому океану. Ещё можно прилететь на самолёте из таких городов, как Стокгольм, Хельсинки, Йотебори, Мальнё и Ангеляхольм. В большинстве случаев вы окажетесь в городе Висбю. Где я сейчас и нахожусь. Здесь проживает 25 тысяч человек из 60 тысяч со всего острова. Это 42%. Местных жителей того времени и сейчас охраняет вот эта городская стена. Удивительным образом построенная в 13 веке Рингмурен почти полностью сохранилась. Моя задача сейчас узнать, сколько башен из 44 построенных дожило-то наших дней. Раз, если это можно считать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь, девять. А вот и десять. Кстати, интересное дополнение. На вот такой информационной табличке написано, что вот это белое пятно посреди стены оказывается зареконструировано после вот такого обвала в 2012 году. Но вместо того, чтобы просто залепить этот кусок стены бетоном, они сделали коллаборацию с университетом Упсала и изучили технологию построения этой стены. Вследствие чего на реконструкцию потребовалось два года. И дабы не терять время впустую, вот топ лучших башен Висбю, по моему мнению. 14. 15. 27. 30. 34. 36. И вот она, последняя башня. В итоге, после сорока башен и трех с половиной километров, я могу с уверенностью сказать, что стена действительно неплохо сохранилась. Что, конечно, удивительно для сооружения 13 века с учетом постоянных конфликтов и смен власти. Самыми ранними находками в районе современного Висбю являются остатки прибрежных поселений викингов, датируемых 8 веком нашей эры. С 11 века торговлей занимались уже гуты. И после высадки датской армии в 14 веке, Готланд стал довольно часто переходить из рук в руки. Сначала он был у пиратов, виталийских братьев, после чего у Ливонского ордена, который в 1408 году передал остров во владение датской королеве. Швеции же он стал принадлежать только с 1679 года, и по сей день является важным стратегическим объектом страны. Возможно, именно благодаря постоянным переменам у Висбю есть свой особенный колорит. Красно-черепичные кровли, зубчатые фронтоны и заросшие розами улочки. И огромное количество клумб с лавандой. Реально, очень атмосферно. Удивлением для меня стало то, что даже за пределами старого города атмосфера в Висбю никуда не исчезла. Повсюду уютные домики с розовыми садами. А вот самая настоящая мельница. Правда, не рабочая. А в каком районе вы бы предпочли жить? В сердце города с его уникальной энергетикой? Или на окраине, в тишине и спокойствии? Мне кажется, что в пригороде жить лучше. Это более универсальный вариант. Однако и в центре не так много туристов. А что думаете вы? Напишите в комментариях. Тем временем мы дошли до пляжа. По пальмам и песку можно подумать, что мы находимся на тропическом побережье. Но нет, мы все так же в Висбю. На самом деле, береговая линия Готланда весьма многообразная. Ведь пройдя всего пару сотен метров, можно увидеть вот такой галичный пляж. И средиземноморскую марину с яхтами. А пройдя по пирсу, узреть классическое островное побережье. Но всего в двух километрах береговая линия значительно меняется. Это Судра-Халарна. Удивительное место, где представлена почти вся природа острова. Рядом море и лес. Множество растений, цветов и деревьев. Которые окружены альварами. Это сложенная известняками безлесная поверхность с малоплодородной почвой. Которая в основном покрыта можжевельником и разнотравьем. Конечно, тут есть крутые скалы и пропасти. А также походные тропы и многое другое. Больше всего природа охранных зон расположена именно на западной стороне Готланда. Которые, к тому же, считаются самыми красивыми в Швеции. Это своего рода заповедник. И честно говоря... О, заяц! Сейчас, сейчас, сейчас. Я смогу заяца поднимать? Вот он, вот он, вот он, вот он. Ух ты, удрал косовый! Заяц убежал. Ну так вот. Мне это очень нравится. Здесь так тихо, так спокойно. Вот этот морской бриз. Он так кстати в этот жаркий летний июньский день. Так что, всем обязательно советую посетить это. Здесь действительно очень классно. И на такой прекрасной ноте, думаю, самое время сделать какой-то итог. На Готланде я провел меньше одного дня. Около 7 часов. Что, конечно, недостаточно для того, чтобы проехать весь остров целиком. Однако, даже за столь малое количество времени, здесь есть на что посмотреть. Кстати, еще одной особенностью этого острова являются овцы. Они здесь просто повсюду. На флагах, на сувенирах, в полях, даже в городе. Ну, хотя бы каменные. Впрочем, о чем тут говорить, если на каждого жителя Готланда в среднем приходится чуть больше одной овцы. В остальном остров, безусловно, очень атмосферный. Такого количества роз я еще нигде не видел. А львар теперь один из моих любимых типов ландшафта. Так что, если у вас появится возможность сплавать на Готланд, без лишних раздумий отправляйтесь сюда, на жемчужину Балтийского моря. Оно того стоит. И да, на всем острове нет Икеи. Спасибо.